Аптека от склада Покупай, где выгоднее Покупай, где выгоднее Покупай, где выгоднее Вы находитесь на сайте премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Именно здесь вы можете подать заявку на соискание денежной премии за уже реализованный на территории Подмосковья проект. Информацию о номинациях, документах, необходимых для подачи заявки, а также ответы на вопросы, касающиеся участия, вы можете найти в разделе «О премии». Дополнительную информацию по работе сайта вы можете получить в разделе «Задать вопрос», заполнив форму обратной связи. Нажмите на кнопку «Подать заявку» и заполните появившуюся форму. После каждого шага регистрации внимательно проверяйте поданную информацию во всплывающем окне и только убедившись в правильности, переходите на следующий шаг. На указанный вами имейл поступило сообщение с необходимостью подтверждения регистрации. Перейдите на сайт премии по ссылке в письме и введите логин и пароль, которые вы указали в форме регистрации на главной странице. Продолжите регистрацию. На следующем шаге вам необходимо выбрать одну из трех форм подачи заявки. Заполните все необходимые поля и прикрепляйте необходимые документы. Обратите внимание на шаг «Банковские реквизиты». При подаче проекта от юридического лица указываются реквизиты организации, а если от физического, то реквизиты гражданина-заявителя. Только убедившись в правильности заполненной информации, нажмите «Подать заявку». Редактирование проекта после заполнения невозможно. Ваш проект пройдет одобрение в течение нескольких дней, после чего краткая информация о нем будет размещена в разделе «Проекты». Обращаем внимание, что информация о паспортных и контактных данных, а также банковских реквизитах заявителя является конфиденциальной и не подлежит огласке организаторами премии. Редактор субтитров А.Семкин Здравствуйте! В эфире Пушкинского телевидения и информационная программа «Наши новости» в студии Лидия Михалева. Смотрите в этом выпуске. Под разными ракурсами общественники, власти и правоохранительные органы обсудили наболевшие вопросы города. Оставляя годы позади, Зеленоградский отпраздновал День поселения. Ловись рыбка большая и маленькая. В Софреме отметили День рыбака. Теперь об этом другом более подробно. В субботу утром в микрорайон Зержиниц приехали представители общественной палаты района, полиции и сотрудники администрации. На повестке дня обсуждение проблем города, изучение их прямо на месте и поиск решений. Все самое интересное из прошедшего объезда в нашем сюжете. Вот по вашему мнению, вот тут человек на рулем, да? Тут реклама, тут реклама, такие щиты. Он волей-неволей качает, да? И какое-то движение, и вот и авария. В сентябре месяце выполнили. Ждите, это мои работы, я выиграл. Как вы можете определить? Лучкевич нам написал, что определенные работы выполнены. Какие красивые памятники стоят. Единственное, сказать, на основном шоссе. И тут такая, с кругом, такая, бомба. Мы ее можем помогать, как скажете, мы ее сделаем, как мы можем. То есть это все в наших сетях. Рекламу с июля прошлого года передали мне, полномочия. Ни одного аукциона район не провел. Первый аукцион, который мы подготовили, назначен на 26 августа. Это первый аукцион. Мы только сносим. Все остальное было выдано глубоко до нас. Конструкции есть. Изначально она там 3 дня простояла. Сейчас на ней уже появился... А, дело уже есть? Дело наше? Наша. Тогда вы хотелось бы понимать, как можно на ней конструкцию, решение оформляя разрешение. Оформляем разрешение. Нет, у кого она идет? Ну, сейчас она нам надо еще по оформлению. Ну, тогда вот вы пока ее снимите, тогда оформите, тогда можно будет поставить. А вот сейчас, пожалуйста, чтобы не мы ее ликвидировали, да? Хорошо. По рекламе, которая на домах, при езде в город, вот одна, вот вторая на противоположной стороне, вот треть этой, как бы тоже это не совсем красит город. Как закон предусматривает? Вот эта реклама, кто принесет это за мной? Закон предусматривает общее собрание собственников жилых помещений. Так. Вот эту организацию, ЖСК, Сдержинец, проверял УБЭП, у них все на законных основаниях, обошли всех жителей, это Некрасова управляющая компания. Все, решение собственников, они за это получают деньги. Некрасу в этом доме отремонтировала 4 лифта, заменила за счет получения арендной платы. Здесь все на законных основаниях. Они находятся на нашем комплекте 24 июня. Выздано. По основным рекламным конструкциям это дает разрешение район. На тех объектах собственности, которые есть у города, скажем, на столбах, да? Они на балансе городком находятся. Поэтому это нужно было отправить в городскую администрацию. Мы торговали, вот самые нуби сняли по перетяжкам. Я по перетяжкам, по рекламе много разговоров. По перетяжкам все, что было слышно. По-моему, в понедельник увидим во вторник, в 7 месяцев, что все заклеит 100%. Я предлагаю просто Канаду компанию ответственную, может быть, которая навстречу нам идет, демонтирует незаконные конструкции, чтобы она на остановочных павильонах цивильные устанавливала рекламные места и зачищала. Ей будет выгодно следить, чтобы незаконная реклама не появлялась, а у нее будет за стеклом чистенько, аккуратненько и хорошенько. Поселок Зеленоградский отпраздновал свой 76-й день рождения. Отпраздновал его ярко и солнечно. Гостей радовала не только погода, но и программа. С подробностями Анна Ефимова. Наш поселок развивается, растет, в нем идет строительство, возводятся храмы, строятся дороги, ведется газификация, строятся очистные сооружения и канализационные сети, водозаборные узлы, новые станции обезжелезования. И самое большое достижение к этому празднику то, что на этой неделе мы открыли наш детский сад на 120 мест. От всех жителей, всех селян я вас поздравляю с днем рождения вашего прекрасного поселка. И желаю вам любви. Любви к тому, что у вас делается в поселке. Любви к тому, что делает ваша действительно замечательная и уникальная хозяйка. Человек так устроен, что он любит входить в гости. И особенно приятно, когда сторона принимающая принимает с душой, с улыбкой, с хорошим настроением. Вот сегодня царит такая идиллия, такая любовь к поселке, которую хотелось бы принести всем жителям Пушкинского района. Вот вместе администрация, жители поселка могут сделать очень-очень много. Поэтому желаю вам всем успеха. Я по-доброму завидую вам в том плане, что насколько у вас уютный поселок, с каждым годом все преображает, становится все краше. Мы стараемся к вам подтягиваться, берем пример с вами, я имею в виду Ашукина. Но нам еще до вас немножко, ну надо идти, идти. Я всегда с удовольствием приезжаю сюда и приезжаю и за тем, чтобы посмотреть, как у вас что делается и перенять опыт свой. В этом году Зеленоградскому исполняется 76 полных таких лет хороших. За это время поселок преобразился, развился, особенно в последние годы. Письмо главы городского поселения награждается... Глядя на этот дом, хочется сказать, что... Пройдет совсем немного времени, и вы с гордостью будете рассказывать своим детям и внукам о том, что вы знали, слышали, дотрагивались до этого человека. И в России... Вот уже девятый год подряд в Софрино проходит праздник, который есть далеко не в каждом поселении района. Дей рыбака полюбился и администрации, и жителям. О рыбной ловле и приятном отдыхе расскажет Анастасия Спирина. Остров счастья, остров счастья, говорят, что остров есть. Вот бы с кем-то постричаться, хоть за 3 девяти мед. Остров счастья, остров счастья, мой корабль всем намерит. Вот бы к острову там часа, хоть за 3 девяти мед. С удовольствием проводим их, потому что здесь не только рыбу ловят, здесь еще идет и воспитание по линии защитить свое отечество, потому что боевое братство принимает самое активное участие. У нас есть повар, который готовит только свой рецепт, никому не говорит. Всем очень нравится, это ухо, это славится на весь район, можно сказать. Приезжают сейчас, привет ребята, участники боевых действий, локальных войск. Даем песни патриотические, военные. Все люди слушают нам, хлопают, аплодируют. Все очень прекрасно, все очень здорово. Сначала было никаких успехов. В прошлом году более-менее, а сейчас вот. И сколько ты поймала в этом году? Шесть. И это все, о чем мы бы хотели рассказать вам сегодня. На этом я, Лидия Михайлева, с вами прощаюсь и желаю вам всего самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этого врача мне посоветовали, это по рекомендациям. Я попал к этому врачу. То есть мне сказали, что лучше обратиться в эту клинику, здесь мне окажут правильную помощь. Сделают так, как все надо. То есть, как бы, ну, соответственно, ускорят мое выздоровление. В нашей клинике работают врачи, увлеченные своим делом, имеющие большой опыт работы и высокой квалификации, принимающие участие в научных конференциях, проходящие периодически курсы сертификации. В нашей клинике представлено очень высококачественное оборудование, которое позволяет выявить заболевания на достаточно ранних этапах. Это новая методика, которая настроена на обнаружение опухолей малых размеров на ранних стадиях. И основная задача сонной эластографии – это отличить доброкачественное образование от злокачественного, без пункции. То есть на начальных этапах очень сложно определить, является образование при молочной железе кистой, фиброденомой или раком. Надо пунктировать образование. Очень большое количество пункций делается в России необоснованно. Процентов 80 мы можем убрать этих лишних пункций, посмотрев на аппарате. Основной причиной возникновения рака шейки матки является вирус папиллома человека, который в основном передается половым путем. И период его элиминации из организма молодых женщин где-то в течение от полугода до 10 лет. Поэтому исследования по поводу рака шейки матки желательно проводить раз в полгода. То есть женщина должна регулярно наблюдаться у гинеколога. Дисплозит в забедренных суставах Один из основных проблем у детей первых трех месяцев жизни – это дисплозит в забедренных суставах. Ставится очень часто, и спрининговое исследование нужно всем детям проводить, маленьким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова